Он любил линейками пользоваться, когда читал книги, любые, то есть на арабской графике. На рабочем столе все без изменений, а вот и одна из повседневных тюбитеек и рукописи книги, над которой кропотливо работал Хазрат в последние дни до трагической смерти. С инициативы создания музея выступила общественная организация Центр исламской культуры Иман Духовного управления Мусульман Республики. Молодые люди считают, что вещи Валиулы Якубова представляют большую ценность и пригодятся исследователям. Он за 20 лет издал порядка тысячи, наверное, книг, которые редактировал, сам исправлял, сам находил. Поэтому здесь для нас, мне кажется, что он достоин уже и музея. Другое дело, что его еще в этом году, ну сейчас не оценят в той мере тот вклад, вернее, который он сделал. Я думаю, что это пройдет, наверное, еще десятки лет, когда действительно дадут объективную оценку его деятельности. Напомним, Валиулла Хазрат Якубов трагически погиб в минувший четверг 19 июля. В результате огнестрельных ранений он скончался по дороге в больницу. В музее, который расположится на третьем этаже здания дореволюционной постройки на улице Габдулы, Тукая 38, будет экспозиция из личных вещей, книг, рукописи, фотографий. Кстати, фотография была одним из увлечений Валиулы Якубова. Коллега вспоминает, куда бы он ни ездил из поездки, привозил большую коллекцию интересных кадров. Причем сам фотографироваться не любил. У него вот есть книга, например, Хаджи Умра, где он рассказывает практически про все памятные места, которые сохранились и которые были уничтожены, например, в Саудовской Аравии. То есть она сама по себе уже, это даже была книга, вот она уникальна тем, что он попытался сохранить то историческое достояние, которое было представлено в Саудовской Аравии. Само старинное здание находится на балансе Казанской мэрии. Судя по ветхому состоянию постройки, здесь требуется капитальный ремонт. Впрочем, именно поэтому сотрудники Имана написали открытое письмо президенту страны и республики, поскольку издательство Имана во главе с Якуповым было защитником традиционного ислама. Для нас самое главное, чтобы дело в Леулахазрата, оно было продолжено. И нам нужна прежде всего моральная поддержка со стороны государства.